На этой неделе впервые был нанесен удар беспилотникам по территории Чеченской Республики, и удар пришелся именно по зданию Российского университета спецназа, расположенного в Гудельмесе. Евро-интегрированным политикам в дубайском отеле есть ли шанс у Чечни под его руководством быть частью ЕС? Слушай, можно я не буду это комментировать? Я могу лишь сказать, что после того известного инцидента, события, представители этих четырех букв в республике вдруг почувствовали облегчение. Вы после этого слышали, что кого-то из них преследовали, арестовывали? А я могу вам из своих источников в правоохранительной системе Кадыровской, люди, которые предоставляют информацию, они все говорят о том, что им запретили даже работать под ним. Если раньше всякие рейды, внедрения они даже проводили, чтобы выявлять представителей этих четырех букв, то после истории дубайского отеля, Дустумчика, после этого все, официальный приказ больше их не трогать. То есть, в результате этой истории хоть и два человека были принесены в жертву, зато огромное количество людей задышало спокойнее. Томсом, у меня один брат, который считает, что ты поступаешь не по шариату. Пример приводит Адама Абу-Дубая. Якобы ты обвиняешь его, но у тебя нет доказательства, и мне говорит, это твоё время, Исраф Куфель. Передай привет этому своему брату, пламенный от меня. На этой неделе впервые был нанесен удар беспилотником по территории Чеченской республики, и удар пришёлся именно по зданию Российского университета спецназа, расположенного в Гудермесе. Событие на самом деле очень серьёзное. Кадыров заявил, что никто в результате этого удара не пострадал, якобы удар был нанесен вообще по пустующему зданию, а затем заявил, что пострадали украинские военнопленные, которые якобы находились на этой территории. Ну, понятно, что это, конечно, полная чушь, никакие украинские военнопленные там не находились. И, кстати, естественно, ничего продемонстрировано не было. Хотя я бы не удивился, если бы они на такой случай даже привезли бы тела, бросили бы, сказали, что это вот, создайте ваши атаки, люди погибли. Но, тем не менее, это очень символически важное событие. Я думаю, мишень выбрана не просто так. Через этот университет спецназа проходят все те подразделения, которые отправляются в так называемую зону СВО из Чеченской республики. Поэтому, в принципе, мишень, я думаю, выбрана абсолютно логично. Другое дело, либо в момент нанесения, может быть, время было выбрано неудачно, и там никого не оказалось. Либо, может, действительно здание было пустующим. В общем, пока мы не можем об этом точно говорить. Но порадовала, позабавила реакция Рамзана Кадырова это событие. Первой реакцией, конечно же, было, мы не оставим, не простим. Ответ будет жесточайшим. Я отдал дон, приказ дон, не брать дон в плен украинцев на передовой. Сказал Кадыров. Это он сказал в интервью журналистам. И вот, проходит буквально два дня, и Кадыров публикует у себя пост, в котором говорит, что ему написали более двух тысяч писем из Украины. Уже смешно, согласен. Значит, и украинцы слезно умоляли Кадырова, Кадырова, чтобы он отменил этот приказ, так как якобы у воюющих высоушников единственный шанс остаться в живых на передовой, это попасть в плен. Мол, настолько их там сильно убивают, и по всей видимости, по версии Кадырова, именно батальоны Ахмат убивают. И поэтому вот этой единственной возможности остаться в живых, Кадыров их лишает, когда он отдает приказ не брать никого в плен. И поэтому он, значит, отменяет этот приказ. Ну, то есть он сжалился. Те попросили две с лишним тысячи писем, Кадыров прочитал каждое, сжалился и отменил этот приказ. Ну, понятно, на самом деле, конечно же, произошла ситуация, о которой до этого, помните, несколько лет назад Кадыров говорил, я чиновник, если мне позвонят из Кремля и скажут в кусты, то я в кусты. И вот эта ситуация, когда, во-первых, для справки, приказ не брать в плен является военным преступлением. Нельзя. Во время войны нельзя давать приказ не брать в плен. И по всей видимости, Кадыров, когда это сделал, вот этот какой-то человек из администрации президента в Кремле позвонил, ну и сказал в кусты. И Кадыров, Кадырову пришлось спешно придумывать, как бы теперь не уйти в кусты, но так, чтобы это выглядело, как будто бы это его решение. И, видимо, лучшее, что пришло в голову, это сказать о двух с лишним тысячах писем из Украины. Мне было бы, конечно, вообще было бы интересно посмотреть о содержании этих писем. Это действительно может быть какие-то, чтобы как-то какую-то доказательную базу на всякий случай себе подготовить. Может быть, какая-нибудь фабрика троллей набросала эти письма и Кадыров положил эту папочку, чтобы потом как-то сказать. Но я сомневаюсь, что подобную подготовку там кто-то проводил. В общем, в итоге удар по Руссу нанесен беспилотникам. Можно сказать, что традиция теперь наносить удары и по Чайской Республике открыта. Кадыров заявил, что что-то там якобы куда-то по какому-то центру Киеве, который инициировал удар по Руссу. Мол, туда нанесли удары. В общем, все это абсолютно, конечно, ерунда. У меня нет никаких сомнений в том, что для Кадырова это очень серьезный звоночек. Я уверен в том, что он теперь чувствует себя гораздо хуже. Теперь, понимая, что беспилотник прилетел в Гудермес, он хорошо осознает свои риски. Он понимает, что следующий беспилотник может прилететь по резиденции в Грозном. Он может прилететь по его дому в Хосе-Юрте. Он может прилететь куда угодно. И все сказки, рассказанные Кадыровым несколько лет назад, когда он, помните, говорил настолько мощная система ПВО в России, что нажатием одной кнопки пять тысяч самолетов одновременно, вот если пять тысяч истребителей представить, что со всех сторон в Россию вторглись, одним нажатием кнопки уничтожаются пять тысяч истребителей. еще пять тысяч вторгаются, уже вторую кнопку нажимают, еще пять тысяч уничтожают. То есть вот так он себе представлял защищенность, эффективность своей системы ПВО, российской системы ПВО. И теперь он понимает, что это все чушь полная, нет никакой защищенности. И теперь Кадырову нужно ночевать в бункерах, теперь Кадырову нужно перед тем, как куда-то поехать на работу в правительственный комплекс, к себе в село, в свою резиденцию, куда-то на ревизию, проверку какую-то. Теперь ему нужно постоянно думать, не прилетит ли украинский беспилотник по кортежу в момент, когда он куда-то едет. А не прилетит ли беспилотник в резиденцию в тот момент, когда он у себя в туалете будет справлять нужду. Не прилетит ли он в моменте, когда он спит у себя в кровати. Ведь постоянно ему нужно об этом думать, и это очень хорошо. И я бы хотел, чтобы украинское командование чаще обозначало бы цели в Чеченской республике именно какие-то кадыровские резиденции, места работы кадырова, места, в общем, не только русские. Я понимаю, конечно, логику командования, для них гораздо важнее, чем кадыровская персона этот университет спецназа, через который конвейером проходят тысячи военнослужащих. Но, тем не менее, в этом списке, пожалуйста, внесите также резиденцию Кадырова, находящуюся в Грозном. Это просто идеальная, наверное, цель для ЗСУ, потому что это огромный комплекс, охраняемый по кругу, нет никаких мирных жителей, то есть нет риска, что можно промахнуться, и могут погибнуть ни в чем не поминные люди. Это гектары просто территории, полностью принадлежащих Кадырову, где нет случайных людей. Там либо сам Кадыров, либо люди, служащие ему. Поэтому, в общем, для ЗСУ подумайте о резиденции, а что касается Кадырова, а ты, да, теперь думай о бункерах, думай, теперь даже в туалет, когда ходишь, ты теперь будешь ходить, даже в туалет, ты теперь будешь ходить в бункер, потому что теперь ты понимаешь, насколько ты уязвимая мишень. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,